Ладейное окончание. Несмотря на то, что эншпили с одной ладьёй и пешками с каждой стороны встречаются часто, немногие шахматисты владеют ими в совершенстве. Они бывают иногда очень трудны и при внешней простоте чрезвычайно замысловаты. Рассмотрим пример из партии Маршал Розенталь. Чемпионат Манхэттенского клуба 1909-1910 года. Здесь Маршал имел простой выигрыш, если бы пошёл ладьёй на поле C7 с объявлением шаха чёрному королю. Но он сыграл пешкой F6 и дал чёрным шанс на ничью. К счастью для белых, Розенталь не нашёл правильного продолжения и проиграл. Рассмотрим, однако, путь к ничьей. Итак, первый ход белых на F6. Чёрные отвечают ходом ладьёй на D6. Она угрожает пешке белых, которая может пройти в ферзи. Теперь у белых два продолжения. Рассмотрим первый вариант. Белые ходят пешкой на F7, уходя от угрозы. Тогда чёрные делают ход ладьёй на поле D8, собираясь здесь дожидаться пешку. Тогда белые идут ладьёй на поле H5 и угрожают чёрному королю, который уходит на поле C4. И белым, в конце концов, придётся отдавать ладью за пешку. Другие ответы чёрных на втором ходу ведут к их поражению. Давайте посмотрим такой вариант. Вернём фигуру на место. Вместо хода на D8 ладья пойдёт на G6 и будет угрожать белому королю. Он уходит на F3. Ладья движется за ним и объявляет шаг с поля F6. Король отходит дальше на E3. Если теперь чёрные перестанут преследовать белого короля ладьёй, а попробуют пойти пешкой на поле B3, то белые ладьёй нападут на чёрного короля. И его вынужденное отступление повлечёт проигрыш чёрных. Смотрите. Если король пойдёт на шестую горизонталь, то белая ладья встанет на поле H6. И чёрная ладья вынуждена будет бить её, поскольку сделать какой-то другой ход и открыть своего короля под удар она не может по правилам игры. А это значит, что следующий ход превратит пешку белых, которую караулила ладья, в ферзя. Посмотрим, что получится, если чёрный король попробует уйти не на шестую, а на четвёртую горизонталь. Вернём фигуры на место. Король делает ход на C4. Белая ладья идёт за ним на H4 и угрожает. Король делает любой доступный ему ход. Например, возвращается назад. А белая ладья встаёт на поле F4, и теперь чёрная ладья должна либо побить её, но тогда и она сама будет бита белым королём, либо отойти в сторону, а в это время пешка превратится в ферзя. Итак, мы убедились, что продвижение чёрных пешкой B к полю превращения ведёт их к проигрышу. Вернёмся к основному варианту и сделаем четвёртый ответный ход чёрных. Чёрная ладья продолжает преследовать белого короля и делает ход на поле E6. Белый король идёт на поле D3. А далее ответный ход чёрных и следующий ход белых могут быть любые на выбор. Либо ладья продолжает преследовать белого короля и объявляет очередной шаг с поля D6, после чего белый король уходит на поле E4, и после чего чёрная ладья должна вернуться к белой пешке. Или по-другому. Поставим фигуру на место. Чёрная ладья сразу возвращается на поле F6. Теперь белые делают ход ладьёй на поле H5 и объявляют шаг чёрному королю. И независимо от того, какой ход сделает последний, ладья идёт на поле H6, и мы видим ситуацию, уже разобранную нами. Белые выигрывают. Обратите внимание, знак «Волнистая черта» в нотации означает в данном случае любой допустимый ход чёрного короля. И мы обещали разобрать все варианты ответов чёрных на втором ходу. Теперь ладья делает ход на F6 и контролирует белую пешку, готовую стать ферзём. Белая ладья делает ход на G7. А дальше, возможно, что чёрные сделают ход пешкой на B3. И тогда белая ладья встанет на G3, угрожая пешке чёрных. В это время чёрная ладья бьёт пешку А7, а белая, в свою очередь, бьёт пешку B3. Произошёл размен проходных пешек. Но белая ладья может не гнаться за чёрной пешкой, а встать напротив чёрного короля, объявив ему шаг. А когда он уйдёт на шестую или четвёртую горизонталь, действовать по схеме, описанной ранее. И тогда белые теряют ладью, но приобретают ферзя. Давайте вернём фигуру на место и посмотрим такой ответный ход чёрных. Король на поле C4. Белые выдвигают пешку H на поле H4. А чёрные пытаются свою пешку B приблизить к полю превращения. На это отвечает белая ладья ходом на G4 и угрожает чёрному королю. Чёрный король уходит от шаха. Он может сделать любой допустимый ход. Для развития ситуации это не имеет значения. А дальше ладья белых встаёт на поле G3. И смотря по обстоятельствам, то есть в зависимости от того, как пошёл чёрный король. Но так или иначе, белые выигрывают в соответствии с пояснениями, которые мы давали, немного выше. Мы закончили рассмотрение различных вариантов ответов на втором ходу чёрных. Но мы обращали внимание на то, что и у белых было два варианта второго хода. Теперь очередь второго. Белые вместо хода пешки на А7 делают ход ладьёй на С7 и угрожают чёрному королю. Он уходит на поле D4. Белая пешка F6 находится сейчас под боем чёрной ладьи. И она делает ход на поле F7. Ей остаётся один шаг до поля превращения. Тогда чёрная ладья встала на поле G6 и оттуда угрожает белому королю. И белые вынуждены срочно уводить своего короля с линии удара. Он делает ход на F1. Чёрная ладья встаёт за белой пешкой на поле F6. Та теперь не может превратиться в ферзя, так как ладья тотчас же собьёт её. А бить сейчас пешку ладья не может, так как та находится под защитой своей ладьи C7. Теперь белая ладья делает ход на B7. Она продолжает охранять пешку, но и примеривается к проходной пешке B чёрных, которая осталась без защиты. Но чёрный король немедленно возвращается к своей пешке и встаёт на поле C3. Белым придётся отдать ладью за пешку или форсировать ничью посредством вечного шаха.